В стране оперета далеко не самый востребованный жанр. Современные мюзиклы вытеснили её из телевизионных эфиров, да и из собственного театра тоже. Хотя в Европе и летучая мышь и сильва собирают полные залы. Бенефис Амарфи, яркие музыкальные, лёгкие, уже прошли и в Милане, и в Вене, и в Стокгольме. Даже в холодной Норвегии её встречали тепло. Как только тур завершился, звезду московская оперета потянула на море. Тишь да гладь, ветер и романтика, и никаких зрителей, и хватит аплодисментов. Наша история о море и женщине по мотивам книги Хемингуэя. Ламар. Так зовут море испанцы. Они никогда не говорят о море как о сопернике или враге, но всегда как о женщине. О женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них. А если позволяет себе необдуманные поступки, что поделаешь, такова уж её природа. Море. Ламар. Первый раз я как бы приехала на море и стояла на волнорезе, плавать ещё не умела. Я прошла по этому волнорезу и встала, и был такой, начался сильный ветер. И он меня буквально сносил. И все кричали, девочка, девочка, давай, девочка, быстренько возвращайся по волнорезу. Меня сшибает волна и относит так далеко. Я не понимаю, что со мной происходит. Мне начинают вот так крутить, вертеть, вертеть, крутить. И я вот в этой кручёшке только соображаю. Ой, неужели я утону? И вдруг меня, как будто бы волна, вот так берёт, так, бабах, и ставит на этот волнорез. И я не испугалась моря. Мне очень нравится море. Я его люблю. Голос женщины. Голос моря. Голос памяти. Они звучат в унисон. Три как один. Скоро женщина спустится в свою каюту, переоденется в тренировочный костюм и превратится в обычного пассажира обычного океанского судна. Но сейчас она и Гризабелла, и Сильва, и принцесса цирка. Опереточная Примадонна с опереточным именем Лилия Марфий. Приходит ко мне после спектакля журналистки и говорит, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас можете? Я говорю, нет, сейчас уже поздно, давайте завтра. Да, хорошо. Она говорит, во сколько мне прийти? Я говорю, ну, приходите часов в пять. А она приходит и говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте, садитесь. Она говорит, спасибо большое. И молчит. Я думаю, чего она молчит? Я так грим, медленно рисую, все. Вот она сидит и молчит. Я думаю, какая странная девушка попалась. Ну, молчит и молчит. Ладно, может быть, она что-то такое смотрит, как я гримируюсь. Может, она как-то что-то такое, она говорит. Потом, когда я нарисовала глаза, броя, она сказала, ой, простите, я вас не узнала. Так что мы не накрашенные, мы совсем другие. Они, опереточные примы советского режима, полузабытые, сейчас хорошо помнят, чему их учили. У Розалинды не может быть мешков под глазами даже с утра. Даже на заслуженном отдыхе принцесса цирка спускается с корабля на утренний променад при полном параде. Она, опереточная примадонна советского режима, полузабытая, сейчас хорошо помнит, как стала Розалиндой, сильвой принцессой цирка. Чудом. Девочку из молдавского местечка Оргиев должны были отчислить из училища имени Гнесиных после первого же курса. Я же не могла классической манерой петь, не могла, и все, у меня не получалось. Я пела какие-то песенки эстрадные, я пела какие-то народные песенки. Педагог мой как-то немножко это все лихо обустраивала, но все прекрасно понимали, что я не конкурент на курсе. И я не понимала, почему так спокойно Ирина Ивановна. Она так спокойно говорит, да ладно, давай распевайся. Она говорит, ты должна делать то-то, то-то. Я делала это, знаете, за четверых. Я, наверное, верила, что произойдет, что-то должно произойти. Оно произошло на третьем курсе. Я прихожу, она мне распевает. У меня такое впечатление, что что-то не мешало вот эти три года. И тут вдруг перестало мешать. Я запела другим голосом, я себя сама не узнала. И когда у меня, наверное, были квадратные глаза, она говорит, да что ты удивляешься. Для тебя это абсолютно нормально, ну почему для меня? Она говорит, ну как, почему? Ну ты же захотела, ты же себе сказала, что ты должна. Я говорю, да. Она меня очень точно поняла. Если в море близится ураган, его признаки всегда можно увидеть на небе за много дней вперед. Молоко Марьева, разлитое в воздухе, и напряженная тишина. Море всегда предупреждает. Готовься, буря не избежать. И от бури не убежать. И не уплыть. У меня были моменты очень сложные в моей жизни лично. Я бы сказала, трагические моменты. Никто не знал, что происходит в моей жизни. И я пела очень хорошо, удачно, как никогда. И через полгода у меня пропал голос. На нервной почве. Как бывало. Но это ужасно. Это неприятно. Когда ты выходишь и не знаешь. А ты поешь, 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 поешь. И вдруг у тебя раз обрывается. На спектакль. Это... Это шок. Это бывало всякий раз, когда нашу Сильву бросал очередной Эдвин. Жизнь опереточной Примадонны никогда не имела ничего общего с опереттой. Одно только имя. Будто создано для афиш. Мой педагог, когда мне было лет 19, она сказала, значит, сколько бы ты раз не выходила замуж, ты не должна менять свою фамилию. Я ее не поменяла. Вот. А сколько раз у вас была такая возможность? Много. Разноцветные солнечные лучи и странное колыхание морской глади. Насмешники облака, принимающие любую форму, какую пожелаешь. И стаи крикливых чаек, резко очерченных в небе. Человек в море никогда не бывает одинок. Я чувствовала себя одинокой до одного момента. Когда я родила своего сына, я перестала чувствовать себя одинокой в Москве. А до этого безумное одиночество. От норвежского Оли Сунда до Москвы один звонок. Ее первый звонок к сыну. Мама говорит, что у ее мальчика неплохой баритон и опереточная внешность. Мама говорит, что никогда не пустит его на опереточную сцену. Наша профессия так зависима, это меня ужасно раздражало и раздражает. Я не сопротивлялась до определенного момента, пока я не видела тупик, что я абсолютно не смогу выйти на сцену. В моем представлении не соответствую тому, чтобы выйти в этой роли на сцену. Я уходила. Я просто уходила. И не играла. Этот жанр, который идет по лезвию ножа. Если ты немножечко вправо или влево как-то с точки зрения вкуса переборщишь, для меня страшнее ничего не может быть. Это как платье в оборках. Но не могу я платье в оборках. Но не могу, если я только не играю какую-то характерную роль. Но идиотку играю какую-то платье в оборках. Я посмотрела года два тому назад в Нью-Йорке мюзикл, который называется «Аида». «Элка Меджон». Я была потрясена постановкой. Просто постановкой. Все там было просто потрясающе. Конечно, я хотела бы там участвовать. Собственно, как и «Сансет Бульвар», потрясающий у Эбера мюзикл. И вообще, все, что я видела на Бродвее, я хотела бы везде участвовать. Мне это очень нравится. Они суперпрофессионалы. И они играют, как в последний раз. Вообще, в искусстве, если не получать удовольствие, то вообще надо уходить. Но не всегда это получается. Потому что то одно, то другое. Ты приходишь на спектакль, какие-то мысли, какие-то дела, что-то такое. Что-то еще кто-то подошел, тебе что-то сказал. И вот это все отбросить надо. И на зрителя выйти совершенно свободным, окрыленным, открытым. Ничего не имея за спиной. Вот так вот. И может, что и появится такое неожиданное. Небо, море, облака. Капитан в белом, певица в красном. Опереточный роман на две недели. Случайное знакомство в открытом море. И саундтрек для двоих. Милитавры и фанфары. Невизгливые скрипки и громкие трубы. А что-то давно забытое. Что-то из ее далекого молдавского детства. И это ее лучшая ария. С Vollёта. О, о, шиарю